В первенстве России по Северо-Западу участвуют шесть юношеских команд. Это спортсмены из таких городов, как Киров, Ухта, Череповец, Санкт-Петербург, Котлас и поселок Вочегодский. Средний возраст участников 13 и 14 лет. Это очень значимое мероприятие. Все-таки уровень Северо-Запада это уже шаг вперед к тому, что наши дети подрастут в уровне и в качестве игры. Команда города Котласа числится сильным соперником. Она уже не раз занимала призовые места. Для участия в первенстве России по Северо-Западу ребята одержали уверенную победу в отборочных турах на городском, районном и областном уровнях. Победа в первенстве дает шанс выйти на всероссийские состязания. Такие термины, как фолл, передача, блокшот, дриблинг, для баскетболистов важные моменты игры. Строгие правила обыватель может и не заметить, но игроку нарушения могут грозить дисквалификацией. В этом году за ходом первенства и его итогами наблюдают судьи международной категории Павел Антонов из Ивангорода и два судьи первой категории из Ярославля – Антон Подоксин и Егор Брайнин. Ну, в общем-то, все замечательно. Встретили на вокзале, довезли. Мы приехали только сегодня еще. Восемь утра, прямо с колес играем. Все успели сделать. И покушать, и разместились, и поиграть. В ближайшие дни участники будут бороться за победу. Итоги зонального этапа будут подведены 20 ноября. Победители станут участниками финальной части соревнований, где за главный кубок первенства будут бороться сильнейшие спортсмены всей страны.